Всем привет! Как вы, наверное, помните, в прошлый раз мы с вами разбили кристалл, который помогал злу проникать в мир. Я сказал, что мне, ну, там пара деньков понадобится, чтобы изучить крафтинговые рецепты, но потребовалось чуть-чуть дольше, но самое главное, что мы с вами продолжаем проходить Divinity Original Sin. Ура! И начнем мы с вами, пожалуй, с того, что поработаем над ошибками. Я тут, смотрите, немножко подразобрался в рюкзаках наших персонажей. Ну, совсем чуть-чуть, но все-таки я всякий хлам переместил в коллекцию и так далее. Ну, и первым делом мы с вами отправимся в тюрьму Хиберхайма. Представляете, надо же такому случиться, мы здесь с вами забыли один из кусков, в общем-то, нашего крафтового топора. Поскольку мы с вами хотим это оружие собрать, то давайте-ка исправим это недоразумение. Как оказалось, я традиционно не приметил слона. Ой, там дырка. Смотрите-ка, дырка в полу. Давайте пробежим, пока нас тут не сжарили к чертям. Вот, я традиционно не заприметил слона. Смотрите-ка, здесь есть вот такие вот уютные выключатели. Первый откроет камеру с чуваком перепуганным, но он нас мало интересует. А вот в эту камеру, если зайти, мы с вами увидим топор, топор, часть первая, топорище. Суперски. Взяли топор, отправляемся обратно к пати. Во, все вместе. Супер. И нам второй раз надо, наверное, к деревне гоблинов. Давайте перенесемся. По поводу деревни гоблинов, я решил ее перебить. В основном... Ух ты, курган разложения. Да ничего. Как же я люблю на своих кликать. Да ничего. Прекрасно. Так вот, по поводу деревни гоблинов, я таки решил этих гадов перебить. Во-первых, у главного гоблина есть шмотка, которая мне хочется. Во-вторых, они не очень дружелюбные. А в-третьих, за них дают много экспы. Ну и в-четвертых, давайте притворимся, что кого-то это волнует на самом деле. Они представляют угрозу для местных жителей. Да. Ай-яй-яй. Жители не смогут долго существовать с гоблинами в мире. Ну, на самом деле, мы понимаем, да, что это все лицемерие. И я просто хочу получить халявные шмотки и опыт. Ну, прям вот... Прям вот так, да, пожалуй. Чего уж греха таить. Так вот, мы с вами сейчас отправляемся вот сюда. Там нас ждет довольно-таки интересная вещица. А именно комплект посоха, который я тоже пролюбил. Ну, смотрите-ка, мы только-только вернулись в игру, а уже... Ну, как бы, как говорится, возраст приходит с годами. Вот он и пришел ко мне, когда я понял, что где-то что-то накосячил. Ну, зато я к игре подхожу подготовленным. Это не слепое прохождение, оно и не совсем зрелище. Я стараюсь далеко не забегать, чтобы... Ну, в какие-то моменты, когда я понимаю, что сейчас будет легко, я мог чему-то хоть удивиться. Ну, зато в момент, когда сложно, я не тупил по полтора дня. Знаете, все, наверное, любят смотреть, как чуваки бегают кругами по одному месту и такие... Что-то тут сломано. Игра глючит. Нет. Здесь мы пытаемся найти, ну, какой-то баланс. Ну, да, да. Скорее баланс. Потому что местами я все равно тупил и бегал кругами. Но местами прям вообще молодцом заранее провел ресерч-энд. Ну, и тестовые схватки, и вообще. Да, кстати, если вы вдруг это смотрите, эпизоды будут выходить, скорее всего, раз в два дня. Я не знаю, ну, наверное, в час. Давайте так. Да, мы с вами вернемся обратно в конец времен. Ну, и, коли уж я говорил о крафте, давайте займемся крафтом. Меня смутило, знаете что? Чтобы забить чертовы гвозди, чертовы ботинки, нужно иметь максимальный уровень крафта. Это вообще как? Я надеюсь, гвозди-то я оставил нам хоть немного. Потому что я помню, что я перемещал все и такой, блин, надо часть гвоздей приверечь. Вот, есть у нас шестерочка гвоздей, прекрасно все. Ну, и самое время тогда грейдить наш экип. Единственное, надо у Мадоры забрать то, что сейчас мы будем активно грейдить. А именно топор заберем. И, видимо, ее ботинки мы тоже заберем. Ну, кажется, да. Кажется, у нее больше ничего не осталось, что мы бы хотели забрать. Ой, стрелу я забыл смотреть. Бердаддир отдать. Ну, бывает. Все остальное, типа, Мадора у нас такой спец по гранатам получается. И по капитошкам тоже. Так, ботинки забрали. Все. Все, все, все. Тогда, Мадора, извини, вот эта штука в игре сделана, конечно, крайне неудобно. Мадора, тебе придется, Вален, покинуть отряд. Ты в ГДН. А что Кларель получила у нас при этом? А, клетка с кровавиком. Вот так вот, да? Ну, и Джан. Местные недоумки утверждают, будто они очищены. Но я по-прежнему чувствую вонь неистребимого гниения, исходящего от их грязной плоти. Сильвер Гленн меня выворачивает от этого места. Я не нахожусь, а признаков болезни. Чему такое беспокойство? Я скажу, если хочешь, но тебе придется выслушать историю моей жизни. Поскольку будущее мое, каким бы оно ни было, глубоко связано с моим прошлым. Давайте... Ну, давайте сначала поболтаем, а потом покрафтим, да. А, Джан, можешь рассказать мне свою историю? Так и будет. Ну, может, начнешь с самого начала? Некогда я был властителем в королевстве тигров и высоких башен. В пустыне лесов, солнце и величайших богатств. Мои прекрасные земли лежали к востоку отсюда. Я был молодым королем, красивым и всемогущим. Любой знатный человек убил бы родного брата, лишь бы я обещал взять в жены его дочь, но я отклонил их к непрекращающейся мольбе. Я понимал, если я женюсь не по любви, жизнь моя как правителя будет более спокойной и более лживой. Так год проходил за годом. Трон короля занимал я, а крон королевы пустовал. Если не считать придворных кошек, что целыми днями дремали на его шелковых подушках. Однажды в мое королевство пришла женщина, Петта с Исказительница. Люди собирались вокруг нее и ловили каждое ее слово, будто божественную мантру. Я пригласил ее в свой дворец. И вскоре наши дни, ночи, сердца и жизни переплелись. Расскажи мне еще о своей возлюбленной. Хирака. Я до сих пор по ней скучаю. Не хватает великолепия и ее ума, столь же острого и блестящего, как бриллианты, украшавшие ее тело. О, как же мне не хватает ее тела. Тысячи скульпторов я мог приказать, покажите мне красоту. Она безо всяких усилий посрамила бы их всех. Одной ее улыбки было бы достаточно, чтобы воятели разбили свои детища, рыдая от тщетности своих стараний. И все же истинное счастье, что драгоценнее королевской власти и намного ее быстротечнее, было с нами лишь до конца первого года нашего союза. Меня подкосил недуг, и я начал увядать. Так, расскажи мне о недуге, который одолел тебя. Меня охватил несказанный ужас. Лекари толпами сходились к моей постели. Они прибывали из-за морей, надеясь излечить могущественного Джоана, избавить его земли от прака и презренные стервятники, получить за это щедрую плату. Их зелья не помогли. Бальзамы не излечили мою усыхающую плоть. Я был похож на упыря, на непогребенную нежить. В бессильном гневе я попытался разбить свое зеркало, но лишь сломал на него хрупкие пальцы. Зеркало словно посмеялось надо мной. Расскажи, пожалуйста, как ты излечился от недуга? Я решил так. Раз я стал упырем, в этом убедили меня мои темные мысли. Значит, чтобы убежать из хитростелетений телесного тлена, надо действовать как упырь. Я задумал стать некромантом. Да. Лишь из темных грубин смерти я смог бы проложить себе дорогу обратно в цветущие сады жизни. Я творил неописуемые вещи в темных подземельях, что тянулись, извиваясь, словно забытые вены, к давно отмерзшим органам, под залитыми солнцем чертогами моего замка. Теми самыми чертогами, где стоял мой трон и ложе, на котором спала Херака, благословляя своим касанием атлас простыней. Я так понимаю, история заканчивается словами шершаляфом, да? Но легче мне не стало. Я полчищами создавал всяческих тварей. Но все они были обычной нежитью. Настолько жалкой, что мысль о том, чтобы обмануть смерть подобного обличья, пугала меня больше, чем сама смерть. Паник и отчаяние накинулись на меня, словно рой голодных комаров. В конце концов, я обратился к самому зловещему из всех темных искусств. К демонологии. То есть демонология хуже, чем некромантия? Ну, соусоу, я бы поспорил. Значит, ты вот так взял и обратился к демонологии? А как иначе, другого пути не было. Я чувствовал, как жизнь вытекает из меня, словно любовь из сердца обманутого супруга. Я стал штудировать тома настолько древней, что пыль, опадавшая с их веками закрытых страниц, не знала света звезд, сияющих ныне. Я начертил запретные знаки, произнес нечистые слова. Из облака дыма, похожего на последний вздох дракона, передо мной явился демон. Он сказал, проси, о проклятый король, и получишь. Скажи мне, крикнул я, скажи, что может меня исцелить? Какие-то у нас... Мы варианты свои предлагаем очень, ну, дурацкие. Так диалог не строится. То есть мы как бы подводим кратко историю о том, что он сказал, и спрашиваем, что произошло дальше. Ну, блин, я не знаю, вы разговариваете с человеком. Он такой, ты такой, как прошел твой день? Ты такой, отлично, у меня заболел ноготь. Ты такой, у тебя заболел ноготь? И как ты его исцелил? Ты такой, ну, я купил лекарство в аптеке. Так, лекарство в аптеке? И сколько оно стоило? Блин, что? Настолько интересно, что ли это? Ну, в смысле, интересно в кавычках. Окей, ты спросил демона, что донимало тебя, и что он ответил? Хирака. Никогда раньше не знал, что одно слово может ранить глубже острейшего из кинжалов. Демон ликую признался мне, что она была из его племени. Чудовище, поглощающее души, пожирающее, словно пиявка, тела и души. Древнее существо, странствующее от короля к королю, наполняя их сердца любовью, а затем лишая их жизни. После таких откровений можно ли не желать себе смерти? Смерть тогда казалась мне заботливой матерью, готовой утешить и принять в объятия. И все же меня страшили сверх всякой меры ее ласки, какими бы искренними они ни казались, а также забвение, что ждало за ними. Освободи меня от нее, демон, и верни мне благо жизни, свободной от болезней. Так я взмолился в отчаянии. Он улыбнулся? Ну, конечно же, он улыбнулся. Обнажил зубы. Пловно сотни ножей, а глаза его вспыхнули дьявольским огнем. Тысячу лет дам я тебе, прошептал он. Но потом твоя душа станет моей, и я заточу ее в глубинах ада. Что же до твоего трона? Его я возьму уже сейчас. Что скажешь, о хрупкий король? Принимаешь мои условия? А вот тут, как в анекдоте про, типа, дедушку и нацистов. Казнили меня, расстреляли меня внучек. Скажи, Джан, так ты принял условия демона? Думаю, ты знаешь ответ на этот вопрос, искатель. Пока что я рассказал достаточно. Воспоминания даются мне нелегко. Так что вернемся к этому разговору позже. Джан, полагаю, твоя помощь снова пригодится мне. Полагают глупцы, умные знают. Разумеется, я вернусь в отряд, ведь вам еще многое предстоит узнать. Окей, Джан с нами. И заметьте, у него уже есть. А в рукоделии плюс один сперка. Да? Но поскольку... Один момент, простите. Да. Семейная паника небольшая. Но так бывает. Что, что, что? У нас с вами где-то была... Где-то я забирал из ящика экип на плюс крафт. Вот он. Смотрите, плюс один кузнечное дело, плюс одно ремесло. И здесь тоже кузнечное дело и ремесло. Прекрасно, что это у нас есть. Но сначала мы с вами наденем только поясочек на него. Почему? Потому что нам с вами надо ровно, ровно два ремесла в данном случае. А мы с вами будем пытаться изготовить свиток отмычки. Для этого нам понадобится пепельница, пыль пикси, ну и какие-нибудь 8 листов бумаги, пергамент, пергамент, пыльный пергамент и старый пергамент. Прекрасно. Почему они все не являются одним и тем же, я не знаю. А вот, теперь мы с вами объединим вот эту штуку. Только давайте сначала разделим. Вот, вот эту штуку объединим с пылью пикси. У нас с вами получается волшебная чернильца с пером. Теперь нам надо с вами нафигачить чистых чародейских свитков. Фишка в том, что на каждом уровне мы можем создать определенные заклинания. А вот на втором уровне крафта мы с вами имеем максимальные шансы создать свиток волшебной отмычки, которые в игре, по-моему, ну всего пара штук, да? Поэтому в этом нам сейчас джан поможет. Так у нас шанс будет 20%. Для этого нам всего лишь надо взять обычный советский чернильцу с пером волшебную и нанести надпись на чистый чародейский свиток, ну и сейфсками. К счастью, в случае что, мы с вами сможем это дело продолжить потом, например, Бердадир. Ну и кем угодно, на самом деле. Надеваем вот эти два предмета экипировки и крафтим кем угодно. Нам с вами нужно найти только, получается... Ну, волшебная чернильца с пером у нас уже есть. Нам с вами нужно найти пыль пикси или пыль фей, ну, неважно. В общем, я начинаю сейфскамить. Интересно, с первого раза получится? Давайте попробуем. А, к счастью, вот эта штука многоразовая, если что. Воскрешение. Ну, сейчас я хоть одну найду. Клятва осквернения. Две. Прекрасно. Три. Четыре. О, порча. Вот. Ну, в общем, встретимся с вами, когда я пыль с камнем вдоволь. По небывалому везению мы создали с вами семь свитков волшебных отмычек. Прекрасно. Дункан будет их хранить. Здорово. Раз. Теперь мы можем надеть вот эти плечики. И, я думаю, докачать уже тогда ему эти скиллы в рукоделии до максимума. При этом выше пяти, по-моему, смысла качать нет. Я в гайдах вроде читал, что вот пять, все, все, останавливается. Это раз. И два. Так мы тратим всего шесть очков навыков. И в случае с чего он может нам пригодиться. То есть чувак сможет прийти на помощь и посражаться. Это здорово. Ну, я надеюсь, что ничего не случится. А мы тем временем. А мы тем временем с вами давайте крафтить все остальное. Что у нас есть? Осов. Держи. Дальше. Ботинки надо все ему, кстати, свалить. Донкон. Давай ботиночки. Девчуля, ботинки. Так, а у кого были ботинки? О, комплект лук. Где там наш лук-то этот был? Вот он, лук. Ботинки и гвоздики. Рын, у него должно быть четыре пары годных ботинок. Ну, или уж каких есть. Так. Не хватает части посоха. Не хватает топора вообще-то. Давайте так. Вот. Дункан хотел зажать топор. Это кусок посоха. Это кусок топора. Это кусок топора. Суперски. Вот теперь мы можем тут покрафтить. Ну, для начала давайте забьем уже гвоздей в наши ботинки. Так. Угу. Угу. Вот. Вроде все. Стоп. Правильно? Раз. А это чьи-таки шняжные сапоги? Не стремитесь к поскальзыванию? У кого-то не самые лучшие сапоги, я так смотрю. Кажется, этого Берда Дир. Ну, ладно. Как-нибудь сделаем что-нибудь другое. А теперь топор. На топор ставим сначала рукоятку улучшенную. Топор, кстати, в итоге все равно пока что не тащит. То есть у Мадоры, правда, сейчас уникальный меч, поэтому можно понять, что он не тащит. А вот лук окажется очень даже, по-моему, в тему. Так. И посох. И посох. Чпок. Все, суперски. Это скрафтери. А еще можно к этому всему зафигачить рубинов, которые дают сопротивление ко всему. Но я бы подождал до максимального уровня. Так. Так. Тебе. Это пока Дункану. Это, я так понимаю... А. Акачи были чьими? Вот эти, наверное, были Мадоринами. Так. А, талисман удачи, очки здоровья. Наверное, Бердадирские. Перемещение. Ну ладно, вот так и вот так. Допустим. На, то есть тут пик угадаешь в итоге. Ать? Да? Да. Все. У нас никто не будет поскальзываться. Или подскальзываться. Есть там, да или нет. Не суть. Ну, наконец. А, еще важная тема. Важная штучка, которую надо скрафтить. А, у нас где-то... Сейчас, по-моему, у Дункана был вот этот вот свиток. Вызов палача. Вроде как считается лучшим самоном в игре. И была книжка чистая. Даже две. Две нам не надо. Нам одной хватит. Книжка. Ну, теперь, если мы объединим их вместе. Вызов палача плюс книжка. Мы получим книгу навыка Вызов палача. Ее довольно-таки сложно найти. По-моему, чуть ли не возможно. Ну, то есть, еще очень маленькая вероятность, что она нам попадется в обычном прохождении. Поэтому пришлось немножко разбудить вулкан удачи. Тем более, у Дункана, если обратите внимание, на Адепте здесь ничего нет. На самом деле, и в огне у него на Адепте тоже. Да и в новичке. В пирокинектике у него много чего не хватает. Ага. Сейчас мы можем что-нибудь из огня скрафтить. Что у нас есть огненное? Вызов элементария. У кого-нибудь есть свитки огненные еще? О! Аватар пламени. Новичок. Очищающий огонь. Нейтрализует горение, заморозку, оглушение, очарование. Слушайте. Огненный щит. А. Ну, можно вот это, например, скрафтить. Почему бы и нет, да? Чистую книгу огня. А. Да. Очищающий огонь. Чпок. Ну-ка, друг. Давай-ка. Давай-ка зафигачь мне книжечку еще. Раз уж мы тут. Да. Во. Суперски еще. И вот такую книжку. А у Дункана на этом это будет... Во. Тут, кстати, у нас на адепте тоже только одна штука. То есть, в принципе, мы можем с вами еще что-нибудь адептовское выучить. Что есть адептовское еще? Очарование. Да. Давайте выучим. Все равно у нас есть книжка. Раз уж мы с вами крафтим, давайте крафтим. Правильно же? А, и посох. Сравним. А у него урон воздухом, плюс один интеллект, плюс одна сила воли и шанс наложить оглушение и немоту. Довольно-таки клевый, на мой взгляд. Это дает плюс один к лидерству. Сколько у нас лидерства-то с вами вообще? Шесть. Ладно, одним лидерством мы можем поступиться тогда. То есть, как раз посох поменяем. Во. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Так, очищающий огонь выучиваем. А здесь вызов палача. Да, спасибочки. И... И, и, и. Адеп. А, он нам не изготовил еще. Забегаю вперед. Ну, надо же. Вот. Невозможное сочетание. Как это? Как это? Посмотрите-ка. Ну, ладно. А как-нибудь еще свитки у нас есть? Нормально. Хорошо. Что у Дункана? У Дункана в новичке еще. В огне мы что-нибудь можем взять. Что новичково? Огни свитки у нас есть какие-нибудь? Давайте посмотрим это. Аватар пламени. Ммм. Хм. Нужен ли ему аватар пламени? Эээ. Ну, а вдруг пригодится? Не восприимчиваем к огню. Слушайте, пригодится, скорее всего. Топ, а у нас книжка есть чистая? Чистая книжка огненных навыков, нет? Ну, по-моему, из двух свитков. А из двух пергаментов мы с вами можем изготовить книжку, если я не ошибаюсь. Давайте попробуем. Так, раз и два. Невозможно. А, или из двух чист... А, все, из двух чистых свитков огня мы можем с вами изготовить книжку. А есть ли у нас... А, чистый свиток земли есть? Хм. А вот два даже есть. О, чистая книга навыков огня. Супер. Смотрите-ка, чего у нас вообще в закромах, да? Ага. Ой. Чего у нас в закромах только не водится, как оказалось. Суперски. Суперски давайте. Вот так вот, оп. Ладно, окей. Окей. Не сегодня, так не сегодня. Ну, хорошо. Все равно на этом мы с вами обновили арсенал Дункана. А, причем я еще, по-моему... А где у него навыки? Они вынеслись на панельку-то? А, вынеслись. Да. Все. Кларель я, по-моему, выучил. Какой-то скилл. Так, у нас была... Ну, то очищающая вода была не том... Короче, какой-то скилл я и выучил. За кадром и что-то не подумав, сохранился. А, что ж. Джан хочет с нами еще поговорить. Кстати, у него в инвентаре что-нибудь ценное осталось. Я думаю, вот это мы ему оставим. Потому что, ну, если что, крафтить мы придем к нему. Ну, можно было бы ему сейчас свитки все эти скинуть. Ну, черт с ним. Ключей я уже не помню, что от чего. О, давайте комплект меча ему отдадим. И прицел. К сожалению, мы не можем его на луп установить, кстати. Вернемся к лупу еще. А, у него в целом урона меньше. Но зато шанс понизить броню. За счет этого, мне кажется, будет поинтереснее. Тем более 50%. И что нам хочет Джан рассказать в итоге? Да? Эм, нам. Да, я восхищаюсь тем, как быстро растет твоя сила. Такие сверхчеловеческие успехи вызывают уважение и восторг. Как продолжай непрестанно расширять границы своих возможностей. Ищи силу ради самой силы. Избегай ловушек морали. Сторонись добра и зла. Не попадай в рабство долга и желаний. Пусть сила станет для тебя целью и средством ее достижения. И тогда ничто в мире не сможет тебя остановить. Ты хочешь заставить меня гнаться за могуществом ради могущества? Нет уж, я предпочитаю, чтобы моя сила служила добру. Ха, это признак сладости. Истинная сила подразумевает готовность отказаться от всего, что ее ограничивает. И к чему мы пришли? К сомнениям и пререканиям. Молодушие, словно рак, разъедает самоосновы силы и могущества. Разрастаясь до тех пор, пока полностью не подают малейшие ростки прогресса. Знаете же, как только вы отбросите все желания и всерьез возьметесь за достижение умственного и физического превосходства, все ваши цели и средства сплавятся в один высший смысл. Смысл. У меня свой собственный смысл, как и у тебя. Хотя ты можешь и не догадываться о том, каков он на самом деле. Тогда мы же продолжим наш путь, ведь этот смысл мы находим именно в пути. Идем же вперед, пока ухмылка времени не обратила нас в ничтожных дураков. Окей, вот мы с тобой и поговорили, друг. Извини, временно придется нам расстаться. О, блин, комплект меч нам все равно скинули. Ай, Мадора, мне снова нужна твоя помощь. Привет. Привет, Мадоркин, рад тебя видеть. Крайне-крайне. Ну, там местами ты, конечно, очень странная. Так, тебе вот эту вот потяжелее штучку, держи, во-первых, подарок, да? А от нашего стола, так сказать, вашему столу, ботиночки нескользящие. И топорик, который пока не пришей кобылке хвостик. Ну, то есть, смотрите, тут и урон выше, и всяких бонусов на самом деле гораздо больше. Единственный эффект горения, то есть, если враг, например, огненный, то мы будем его чуть-чуть подлечь. Но, в общем и целом, мне кажется, оно того стоит. Кстати, у нас что-то бэрдадир. Оп, не совсем на полных хп. Поэтому давайте вот эту штуку пустим, и она нас подлечит. Вот. Ну, что, давайте посмотрим сухо... А, давайте отправимся в деревню Гоблина. Вот оно чё. Туда, туда, туда. Деревня Гоблина. Я думаю, в этом эпизоде мы только с вами кокнем Гоблина, который сидит под землей там и командует ими. А вот деревушкой полноценно займёмся уже в следующий раз. Мне как бы, во-первых, нужна разминка. Во-вторых, я напрочь потерял уже сколько у нас длинный эпизод. Ну, а в-третьих, мне так будет спокойнее, я буду знать, что следующий эпизод мне будет проще записать, будет хотя бы что вам показать. Причём этот Гоблин довольно-таки нелеп, в том плане, что мы сейчас можем Дунканом накинуть клятву осквернения. Так, Мадора, крикинь, пожалуйста. Мадора теперь крикает, и у неё есть шквал ударов. А, эй, давай, давай, давай. Эй, там, перестань. Ой, зачем вы так? Осторожней, пожалуйста. Да-да-да, извини, случайно-случайно. Ммм. А что ж, кстати, Кларель будет здорово. А, нет, нет-нет-нет, идея плохая. Эй, куда он нужен? Куда он нужен? Он лечится? Не, Мадоркус, давай. Эй, больно же. Так, ну и давайте. Начнём. Мне кажется, пора начинать. Эй, чего ты? Хочешь нагадить и свалить по-тихому? Нет, уж мой суд будет быстрым и справедливым. На третий раз он таки обижается. Но ничего страшного, что он это делает. Он первым делом призывает элементарий. Во-первых, у нас с вами будет повод потестить вот этот вот самон Дункана. Эм, так, что мы хотим? А мы, наверное, хотим временные ХП поднять. Да? И леденящее касание. О, если вот это вот чухана получится заморозить. Да, он замёрз. Суперски. Начинаю плавно вспоминать, что же надо делать. Ха-ха-ха. Так, ну давайте вот так стрельнем. Ой. Ну и всё, пожалуй. Мадоркус, давай ты вот сюда выйдешь. А, нет. Давай ты тогда шквал ударов ему зафигачишь? Хотя это, наверное, наверхил. О. Ну, смотрите, сколько опыта мы с вами за это получили. То ли что? По-моему, приятно. А там ещё шмотки, которые нам реально прям нужны. То есть вот без шуток. И заодно я хочу потестить. Ну, то есть вся идея этой истории была в том, что я хотел потестить вот этого чувачка. А что мы ещё можем сделать? Лютый мороз. А давайте попробуем вот этого приморозить. Получится у нас. О, смотрите. Двух заморозили. Одному дали кого-то, с кем он может поболтать. Но мне же этот палач довольно-таки крепкий. Было бы здорово как-то дойти до его хода. И почему он раньше Дункана ходит? Непонятно. Ну, да ладно. Так. Что ж. Я не хочу вот этого трогать, чтобы с ним по-честному разобраться. Что у нас есть? Массовое замедление. Давайте. Интересно, схватит кого-нибудь? О. Всех схватило. Фу. Прелесть. Бердадир. Чпок. Ай, рикошет дальше не полетел. Обида, обида. А. Блин. Мадорку соотравили. Что у него есть? Провокация скелета. Шанс 100% наложить эффект насмешка. То есть он начинает заставлять врага атаковать его. Правда, здесь насмешка не действует. Но он бьет на уровне Мадоры. Ребятушки. И у него 1200 хп. То есть он такая, как бы, еще одна Мадора. Неплохо, с учетом того, что у меня в целом было ощущение, что наши передние ряды немножко редковаты. А, давай, Мадор, трави всех. Пуль, никого не жалко. Не, ну правда. И давайте молнии тогда в элементаре земли шандарахнем. Я помню, что они любят, когда по ним воздухом фигарят, да? Так. А у девчули, по-моему, есть одна земляная штука. Да. Которая критически лечит гада. Хе-хе. Ладно, что, лечить так лечить. Хе-хе-хе. Но зато мы его смогли испугать. А, Бардадир. Добивай. Фас. Красотка. Просто красотка. Че? Ничего не скажешь. Ну и у нас тут всякие, всякие шняги в основном. Хотя, смотрите-ка. Инициатива перемещения ОЗ. Это у кого? Это у кого такое? У Бардадир, да? А, смотрите-ка. Мы даже Бардадир, кажется, доспех заапгрейдили. Ну-ка. Ну-ка, ну-ка. Еще раз. И теперь давайте вдумчиво посмотрим. Что же за си доспех? Ну да. Ну да, ну да. Во всем лучше. Ну, сопротивление огню, но мы меняем их на ХП. Я, в принципе, не против. Да. Едем дальше. Что тут еще? Ну, вот эта всякая шняга на продажу. Давайте Кларль соберет. Ниганава Кошетинь. Ну, поскольку у нас Ассасинов. О, Чародейство. А Деп. Накладывает на жертву Немату. Ну-ка. Дункан. Мать. Мать. Да, давайте выучим. Давайте. Вообще. Я только за. И, кстати, я думаю, Дункану, может быть, Чародейство даже прокачают до пяти. А я знаю, что это неэффективно. Я знаю, что мы за это получим. Только одно заклинание, но мне бы хотелось еще одно мастерское заклинание ему получить. Сможем мы это, скорее всего, на следующем уровне с вами сделать. Будет приятно. Итак, продолжаем. Итак, продолжаем. Флорель. Свиток грозы. О, тут так неплохо. Сапожки. Что, сапожки сейчас? Так. А, давайте вот так. Единственный, кто их может носить. Ну, мне нравятся перемещения. Мне нравятся очки здоровья. Ну, нет. Остальных сил просто не хватает. Во. Саронг с интеллектом. Он у Дункана уже... У Дункана хуже. Давайте посмотрим. У Дункана интеллект 17. У девчули 15. А, ладно. Давайте Дункану. А вот это вот мы наденем тебе. Прекрасно. Сколько он дает ОЗ? 83. Даже и пачкам здоровья он лучше. В общем-то, в основном я за ним сюда шел. И, смотрите-ка, эльфийский жезл земли. В два раза сильнее, чем тот, который у нас. Ну, правильно, у нас восьмого уровня. Здесь уровень 15. Вообще ни в какое сравнение он не идет. Эк, чпок. В общем-то, только ради одного этого, да, сюда стоило прийти, согласитесь. Поживились мы с вами настолько по полной, что, ну, сказка сказок. Ну, и плюс, чем мне нравится интеллект именно на Дункане, у нее больше все-таки всяких дамажащих заклинаний. И, наверное, ему это зайдет лучше. Возможно. Я не знаю. Я как бы прям на 100% сказать не могу. Но, удозреваю. Что ж, все собрали. Мы молодцы. Давайте перенесемся еще раз к деревне гоблинов. Кажется, гоблин на нас совершенно не в обиде, что мы убили шамана, потому что они, в принципе, не в теме. Из их вот этого тотема мы можем достать кровавик в итоге. Но, пожалуй, займемся мы этим с вами уже в следующий раз. А пока что спасибо всем, кто поддерживает канал. Миша Лебедева, Миша Фомино, Андрея Фиолетову, Евгению Глебову, Дахармса, Алексея Смирнова, Простоеду, Сергею Каину, Рокки Бальбову, Антону Церу, Брату Монзо, Серджио Атерадору, Буу, Эфеосту и КДВ-45 Рус. Ну, а мы с вами увидимся через день. Я пока не знаю. Скорее всего, в час. Вот. На этом все. Всем удачи, счастливо. И до скорой встречи. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»